всем привет я дмитрий мешков хочу рассказать про эрго ну поговорю с вами вообще-то комплексно о дизайне криптовалют расскажу вам про общую идею эрго расскажу о том зачем нужна еще одна новая криптовалюта мы с вами обсудим проблемы блокчейна ну и в конце конечно расскажу о конкретном решении которое эрго предлагает всем указанным проблем начну с идеи представлю себя свою команду собственно мы с ребятами занимаемся проектом скорокс вам скорее всего известным мы на самом деле пытаемся закрыть дырку между теорией и практикой в области криптовалюты и блокчейна то есть с точки зрения теории у нас есть крутые алгоритмы с доказанной безопасностью новыми фичами анонимностью всеми делами на практике все сложнее многие крутые на бумаге идеи оказываются непрактичными они требуют синхрон высокой синхронности сетей каких-то минимальных задержек и т.д. и т.п. и в общем мы попытались скороксе приблизить теорию к реальности какое-то количество хороших исследовательских идей мы уже реализовали не всегда супер удачным какие-то выявлявшиеся проблемы тоже научились решать скорокс был фреймворком для прототипирования на скороксе уже работает две криптовалюты ну про вейвс я думаю все уже знаете саша иванов про него рассказал там как раз в фундаменте у них скорокс ну точнее изначально был скорокс сейчас они уже переходят на свои собственные рельсы но изначально основались на скороксе и классический эфириум тоже построен на скороксе но там опять же совершенно другие принципы смарт-контракты пруф-оф-ворк но нам с вами важно то что две уважаемых криптовалюты основаны на скороксе мы решили запустить в итоге свою собственную криптовалюту назвали ее ergo и смысл здесь в том чтобы действительно приблизить качество практических валют к теоретическому максимуму криптовалют вообще конечно много счет идет практически на тысячи но у всех свои недостатки в частности в области безопасности и даже те которые считаются безопасными сегодня скорее всего окажутся небезопасными завтра когда они приобретут большую популярность в опытных руках да как бы чем ты это сказал в руках опытного хакера всегда найдется какая-то уязвимость а мы пытались найти достаточно большой комплекс хороших научных идей на базе которых можно разработать масштабируемую дружелюбную удобную защищенную криптовалютную систему первым делом хочу вам рассказать о недостатках существующих блокчейн системы таким образом ответить на вопрос о том а зачем как бы нафига газе баян почему нельзя использовать существующие криптовалюты первое всем известная проблема связанная с блокчейном это проблема низкой производительности две-три транзакции в секунду это позорно низкий уровень все блоки уже переполнены огромное количество транзакций у нас сейчас находится в пули не обработанных опять же комиссионные уже очень высокие при нынешних ценах на биткойн говорим 5 долларов за каждую транзакцию это конечно проблема характерна для других криптовалют гораздо меньшей степени даже там часто вы нарываете на комиссию в 1 доллар например получается что существующие криптовалюты пока не готовы к массовой адаптации невозможно построить глобальную систему на базе блокчейна с существующими технологиями можно пытаться использовать битубишных приложениях блокчейн но если бизнес ваш будет быстро развиваться выяснится что собственно ограничение по пропускной способности будут очень серьезным ну как бутылочным горлышком вторая проблема связанная с умными контрактами тоже мне кажется тем популярна и вы скорее всего все в курсе помните что биткойне тоже есть умные контракты то есть можно к выходам применить скрипты указав что такой биткойн может быть потрачен только после такой-то даты а до этого и даты другой человек может тратить опять же можно использовать принципа множественной подписи и это в целом ну нормально работающий инструмент в биткойне нужно понимать что список инструкций очень сильно ограничен жестко прописан в системе это не самый эффективный подход к реализации такого функционала в общем мне кажется что перспективы развития системы таким образом ограничены но плюс к этому есть языки вроде solidity на котором работает сейчас эфириум то есть там у вас язык я имею ввиду прописание контрактов он такой более широко профильный более широкого применения но и здесь я же есть свои ограничений то что в эфире называется ограничение по газу газ лимитом интересно что лимит от не фиксированный он плавающий то есть во время скажем дидос атак лимит газа уменьшается майнерами достаточно сильно но если ваша транзакция ваш смарт-контракт предполагает больше газа чем вообще предусмотрено лимитом на данный момент то есть никто не может выполнить подобное ограничение на вычисления на самом деле является существенным барьерами для эфириума в целом что касается языков этих умных контрактов бывает достаточно трудно оценить скорость выполнения контракта ну и оценить собственно говоря затраты особенно в силу до высот так мы с вами помним историю когда относительно недавно почти на месяц была ограничена производительность системы как раз силу дос атак распределенные атаки по типу отказа в обслуживании являются существенной проблемой для этой системы даже несмотря на то что вроде как вычисления достаточно дешевыми оказывается чем больше возможностей тем больше уязвимостей если у вас язык предусматривает массу возможностей значит у вас есть много возможностей оступиться сделать ошибку мы с вами помним историю проблем дау там была на самом деле дыра в солидите не тот ни другой подход нам не нравится сначала правда опишу последнюю проблему она связана с состоянием и блокчейном то есть у нас постоянно растет из состоянии сам блокчейн и вроде как нет никакого предела этому росту то есть нам нужны слепых системы на тот или иной момент времени данные по стейту о том кто чем владеет грубо говоря чем вас больше пользователей тем больше размер этого образа скажем так при этом работа со стейтом должна быть максимально быстрой потому что вам постоянно нужно когда нам постоянно обращаться для валидирования транзакций если же всем уже большая это создает определенные трудности для майнеров ну потому что стоит же все время сидит в памяти без этого вы не сможете быстро валидировать транзакции понятное дело что майнить уже в силу размера так сказать информационных блоков на обычном железе просто невозможно нужно специализированное оборудование на расслышали про spv майнинг который предполагает на такую минимальную что ли проверку минимальную валидацию в 2015 году помните был 6 битный форк который как раз начался с некорректного блока сейчас большинство прошу прощения до того момента действительно для валидации достаточно было совпадение с твумя в некоторых системах но в большинстве случаев с тремя блоками в общем невозможно сейчас на каком-то дешевом железе не знаю на смартфоне проводить подобную обработку у вас в обычном смартфоне просто не будет пары лишний гигабайт рама ну на ноутбуке может быть можно еще все это делать но валидация будет занимать очень много времени это неудобно для пользователя то есть у вас скорее все ну как минимум час будет происходить при чем вы сможете отправить деньги короче говоря пользователи понемножку переходят на централизованные сервисы и не осталось почти людей которые бы крутили у себя на ноутбуках целые ноды вместо этого они решают пользоваться какими-нибудь веб кошельками а это проблема ну потому что централизация в криптовалютном мире дело опасное понимаете достаточно ну взломать одну точку для того чтобы получить доступ к кошелькам огромного количества людей больше того вы сможете компрометировать счета воровать деньги с кошельков в общем в этом недостаток централизации но пока к сожалению наша сетка похожа на то что показано справа да это умеренно централизованная сеть в которой доминируют майнеры буквально несколько очень мощных компьютеров регулярные пользователи все эти тут не входят просто они пытаются доверять этим крупным майнерам и не занимаются самостоятельной валидации транзакций наконец хочу вам рассказать про решение от эрга как именно мы собираемся эту проблему решить начну с общей идеи общая идея состоит в использовании асимметричного дизайна то есть майнеры производят блоки а также инструменты ну как бы верификации для них пруфы ну скажем на генерацию блока у майнеров уходят достаточно большие ресурсы и плюс к этому можно еще достаточно быстро выпустить пруф так что мы потом могли легко пройти провести валидацию блока ну то есть мы рассчитываем хэш мы впрочем на это не останавливаемся мы хотим чтобы выходили пруфы и для отдельных блоков и для всего блокчейна такой пруф нам подскажет что майнер хорошо справился с генерацией конкретного блока при этом конечно не весь блокчейн перерасчитывается перерасчитывается буквально несколько хэшей ну и плюс к этому еще можно провести проверку того насколько хотя лучшие это чейн сети в общем майнеры не могут в этой системе вводить какие-то некорректные транзакции это все-таки двухсторонняя система майнеры генерируют пруфы и клиенты эти пруфы проверяют сначала я вам расскажу про дизайн так сказать полных узлов первая здесь идея это идея роллерчейн как вы понимаете концепция господина чапурнова который является одним из основателей нашей платформы и собственно эту идею мы сейчас как раз реализуем вторая версия протокола скоро выйдет общая идея такая что далеко не обязательно хранить полностью блоки в полноценных узлах достаточно последние цифры блока ну плюс весь заголовок там держать в чем-то это похоже на систему используемую и в эфириуме и в биткойне просто там гораздо ниже уровень безопасности ну потому что нам нужны как бы альтруистические ноды для хранения всех блоков а в роллерчейне это не так в общем роллерчейн предполагает очень быструю инициализацию вам буквально 40 мегабайт данных нужно скачать опять же используется фиксированное количество последних блоков то есть буквально 40 мегабайт скачали вы таким образом синхронизированы со всей сети мы решили из экономических соображений собственно говоря ограничить размер состояния основная здесь достаточно простая ну вот в биткойне ваши выходы фиксируются в стейте навсегда ну может не бесплатно один раз платите а дальше информация хранится там всегда что конечно не здоровая ситуация на мой взгляд мне кажется было бы правильнее все таки ввести какую-то плату в формате гигабайт за гигабайт месяц что-нибудь такое ну может быть за время обработки ну как какая-нибудь система расчета нужна была бы таким образом была бы возможность контролировать размер стейта и дополнительно поддерживать скажем так более активных пользователей которые больше тратят видимо своих вычисленных ресурсов опять же эта система позволяет возвращать потерянные монеты в экономику и еще очень важный момент связан с предсказуемостью вознаграждения майнеров что со своей стороны должна обеспечить и большую надежность валюты теперь описав общую концепцию полноценной ноды давайте рассмотрим как будет работать ее облегченная версия мы уже говорили что данных там все таки пары гигабайт правильно упоминалось реально очень много для смартфона однако мы нашли простое решение про это у нас был доклад на конференции по финансовой криптографии в этом году в общем использование аутентифицированных динамичных структур данных позволяет нам реализовать это решение и так мы с вами видим древо меркель или хеш дерево вот смотрите проходит здесь аутентификация причем хеши отдельные они же достаточно короткие буквально 32 байта так вот смотрите здесь у нас генерируется пруфы корректности транзакции их целом достаточно для наших целей достаточно да что показать что у отправителя достаточно монет на выполнение конкретной транзакции но в случае биткоина понятно мы с вами еще находимся на этапе utx и так у нас происходит обработка этой транзакции вот здесь на низовом уровне это обычная линейная структура и в локальном хранилище нам с вами нужно зарезервировать буквально 32 байта данных следующая идея про лайт ноду это идея то есть доказательство доказательство работы эту концепцию презентовали на той же самой конференции по финансовой криптографии и это идея агилоса киаеса вот здесь показана структура да вот заголовки основное тело на самом деле нам не так много нужно данных для валидации буквально 20 кб данных достаточно для синхронизации с сетью таким образом мы доказываем что эта цепь лучшая из имеющихся это обеспечит высочайшую скорость инициализации и поддерживает возможность проверки и подтверждения между различными цепочками таким образом можем продемонстрировать наличие ну или валидность какой-то транзакции в соседней цепочке это дает возможность нам использовать сайдчейн протоколы ну и таким образом у нас появляется возможность обеспечить высочайший уровень защиты пользовательским кошелькам и таким образом отменить спрос на веб-кошельки для этого требуется буквально 3 килобайта данных следующая проблема которую я упомянул это умные контракты нам не нравится то как они сейчас реализованы нам кажется правильным внедрить гораздо более богатые аутентифицированные и языки транзакций вроде тех которые основываются на сигма протоколах ну и здесь таким приятным бесплатным бонусом будет функционал множественной подписи кольцевой подписи и так далее ну вот видите различные дополнительные логические условия регулирующие использование денег это конечно не тюринг полная система но здесь есть свои преимущества не нужно оценивать код для исполнения протокола и это достаточно гибкий протокол и поверх такого блокчейна можно выстроить большое количество других дополнительных решений мы не верим в наличие какой-то волшебной палочки в смысле решения проблем с пропускной способностью но объединяя существующие решения мы приходим к очень приличному приросту производительности ну вот бинткоин позволяет вам по максимуму иметь пропускную способность около тысячи транзакций в секунду в целом по цепочке но использование в чейн протокола вроде лайкинга спрайтов позволяет вам еще там на три порядка до одного миллиона транзакций в секунду поднять скорость обработки а вот сайт чейн с proof of work позволяет там одновременно обрабатывать одни и те же токены в нескольких блокчейнах параллельно что в свою очередь еще больше поднимет производительность еще один важный компонент нашего решения это наша база данных она логически похожа на аспен я упоминал bitcoin ng но по факту это уже следующий его под вид а именно аспен вот здесь вот показан блок если вы сервисер и вы собираетесь внести какие-то данные в блокчейн вы это делаете ну скажем в желтую под цепь и таким образом вам нужно просто скачать ключевой блок который содержит ну буквально один только заголовки коротенький чуть не по 80 байтов и это гораздо удобнее то есть для или с точки зрения использования базы данных блокчейн гораздо удобно для пользователя мы кстати разделяем чейны один одна цепочка для данных другая для денег разделяем их потому что они по-разному используются разными участниками здесь показан текущий статус нашей исследовательской работы вот мы уже провели про типирование приступили к разработке и роллер чейна и адс экономическая модель пока просто описано на бумаге аспин в общем-то совсем недавно был официально представлен и транзакционный язык еланг эрголанг тоже пока ну в основном существует на бумаге мы только-только приступаем к разработке прототипа хотя сами понимаете что это самое интересное направление деятельности поэтому у него будем много времени и сил выделять в ближайшее время вот основные мои выводы объединяя различные вот эти увлекательные направления исследования мы можем получить определенный контроль над размером состояния контролируя сколько нам нужно пространство для охранения обеспечить соблюдение так сказать всех требований безопасности по полным нодам у нас прямо даже на смартфонах обеспечить использование качественных умных контрактов с поддержкой криптографии собственно некоторые из этих штук можно реализовать не только в эргоне и в эфириуме некоторые контракты с другой стороны будут эффективно использоваться в эрго и не будут поддерживаться эфириумом мы рассчитываем что таким образом мы построим действительно децентрализованную сеть с высокой пропускной способностью спасибо за внимание будем рады сотрудничества с вами вот наши контакты спасибо большое давайте вот так вот все и сделаем можете вот все это рассказать так что я понял за 30 секунд вот мне объяснить как рядовому пользователю что поменяется то вот было много технических слов я их не понял можно для бабушек объяснить вот я сам нужно будет много транзакций в секунду проводить вам не придется днями ждать подтверждения транзакций физы будут ниже это я понял это слово я знаю комиссия ниже самое главное быстрее будут проходить транзакции не по несколько дней придется ждать пока ваша транзакция будет помещена в блокчейн больше того вы получаете возможность лучше контролировать собственно собственные деньги с мобильного телефона вам не нужно запускать полноценную ноду своего не знаю ноутбука и не нужно доверяться внешним кошелькам вроде что там блокчейн инфо понятно спасибо уверен будет много вопросов к димитрию пожалуйста мужчина второго ряда вы сказали что ваша сестер в общем вернет в экономику потерянные монеты что это означает что будет какой то срок службы монет или какая то инфляционная логика заложена но в рамках нашей модели можно не знаю брать комиссию с каждого выхода в эрго ну как сатоши да там не знают один сатоши в год хочется сказать мне кажется что там не знаю 30 сатоши в год будет достаточно для компенсации риск потерянных денег если вы активный пользователь системы для вас копейки пропал моя презентация помните у меня был график в презентации показывающий состояние показывающий стейт показывающий как в пятнадцатом году резко оно все выросло под воздействием дедос атаки опять же вы помните как дедосили эфириум осенью используя тот же самый инструмент увеличение размера стейта в таких условиях такие атаки станут практически невозможны на самом деле для вас как для рядового пользователя почти ничего не поменяется есть ли еще вопросы когда у вас все выйдет лайф это непростой вопрос мы сейчас делаем прототип пишем статьи надеюсь что подробная документация будет готова к концу лета соответственно в продакшн скажем так оно все у нас пойдет тогда то есть прототипы к этому у нас должны быть готовы наверное за полгода начиная с сентября мы все доведем до ума как ребята могут помочь тебе у тебя то есть какие-то пожелания к аудитории мы будем рады сотрудничеству если хотите войти в нашу команду например пожалуйста подходите поговорим захотите денег принести нам про это тоже можно поговорить контакты вам дадим ну давайте уже детали тогда более подробно колорно обсудим еще есть вопросы вот там вижу руку а почту тогда дайте а почта была на последнем слайде но у меня с собой есть визитки продам недорого есть ли еще вопросы давайте я вам донесу не вижу вроде нет больше рук да это вопрос тогда спасибо большое давайте поаплодируем Дмитрия спасибо